У вас есть болезнь? Нет, 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 это приглашен, ну, как бы это другие. У них сегодня будет премьера, да? Мы с ним сотрудничаем. Но мы с ним сотрудничаем. Но вы смотрите, как возникла эта идея, так дальше вы можете задавать вам любые вопросы, наверное, да? если оратор это будет интересно и удобно значит история этого фестиваля она возникла на венецианской пиенале когда открывался русский павильон вместе с художником Александром Ширкиным Кусаем я так сбоку я предложил поставить спектакль в фанерном театре и он на удивление согласился практически сразу потом это выросло в такую историю которую назвали события на фабре который должен был отдаленном будущем но потом создать так что произошло довольно все быстро и поэтому поэтому сегодня мы открываем фестиваль фабра я на фабра здесь будет представлено 3 спектакля я начну с премьеры понятного театра ночной писатель где будет два артиста которые уже репетировали в андерпене это Молочников и Андрей Фиськов и 14 числа будет премьера и там может быть еще какие-то будут заполнения потому что сейчас мы как все равно следуем за художественным мыслью за художественным процессом который возникает даже здесь еще и продолжает идти идут еще репетиции это начну писать понятно да начну писать в фанерном театре я числа сейчас буду кодать но они в принципе если на сайте я здесь поэтому я тут не буду говорить про эти события значит второе событие которым я хотел сказать это воскресение кассантры это мировая премьера сделана на продукции компании я на пару проблем как и в дтм и это история который будет иметь такое большие кастроли что ли туту мы будем в общем принимать участие в организации туров по России это мировая премьера воскресенье кассандра это мировая премьера впервые будет показано у нас в городе у нас в стране у нас в мире все это будет в каминоостровском театре и препарацию морфис спектакль который будет на больших представлен на большой сцене большого грамматического театра и вот отдельно хочу сакцентировать еще ваше внимание это 13 числа на 100 пятница декабря 14 декабря пятница после спектакля препарация может быть большая дискуссия на этом марафон не малыш кажется даже другие мероприятия сделаны совместные при участии и по инициативе при всех этих словах эрмитажа и это вообще собственные мероприятия не даже традиционно который в этом смысле имеют такой счастливый характер и будет у нас на большой цене 13 числа после спектакля 20-30 туда можно приходить по свободный выход тоже продлится там часа три там много пятна порядка 15 спикеров все могут говорить об искусстве естественно которые заявлены что он нарушает границы и если не это не искусство наверное будет сомнения будет панель посвященная взаимодействие театре музея я надеюсь михаубарич петровский откроет эту панель нам скажет по этому поводу новейших таких на самом деле тенденциях слияния театре музея вторая будет посвящена сакральная сакральность архитектуры посвящена панельному театру вообще сакральность архитектуре и сохранности и и графическим каким-то истоком архитектуры и третья панель будет мифология в том числе не мига древней грекции как творчество и искусство создать мифы вот об этом будет речь но вот это будет после спектакля препарации может с 13 числа в необычном достаточно пространстве в подвалах большого драматического театра а мы называем включение 059 и сейчас уже открыта выставка пьерра кулибеха куда вот как-то по какой-то сложной логистики сегодня тоже может попасть там огранили после вот наш я что за где-то скажу что после нашей встречи можно будет попасть и туда на эту выставку и на экскурсию фанерный театр который пройдет для пешок вставе но везде и там и там ограниченное количество людей по 15 там и там даже скопы и поэтому ну какая-то логистика наши администраторы менеджеры но на этом я заканчиваю на это свое вступительное слово диму передаю вам да и представьте наших гостей получим я спасибо спасибо большое здесь находиться представляет здесь развитие проекты которые мы начали в эрмитаже 2016 году с выставки я на фабора для этажа это был большой как сейчас лучшее слово не придумать как челендж потому что это был и разговор со старым пространством и вторжение я на фламандское искусство современным фламандским вкусом мысли до сих пор многие говорят как же так вы убрали эти работы из зала рубинса зал так стал совсем другим но имел еще и какой-то такой скандальный социальный резонанс потому что все вдруг стали говорить про права животных про защиту животных и все началось со скандала о том что можно показывать музей что нет закончилась тем что ян фабор на самом деле как раз и выступает как защитник животных в общем этот огромный резонанс действительно позволил этой выставке из рядового так сказать музейного события высокого художественного уровня стать еще и таким большим социальным разговором что мы больше не говорим о новой модели телефона там или о том о новом тюнинге мы говорим о музее об искусстве о том что нам принадлежит о глобальном и локальном и так далее так далее я очень рад что теперь благодаря этому фестивалю благодаря инициативе бдт эта история продолжается ян фабр снова у нас здесь в петербурге снова в эрмитазе снова в бдт и ян фабр художник который имеет двойную идентичность имеет две компании одна компания ангелос который производит искусство и это один коллектив который делает художественные работы вы видели наверняка на выставке яна фабра и работы ручкой пик и работы из чешуек насекомых и работы из собственно рисунки разного рода жидкостями телесного происхождения вторая часть этот рублей на это компания который производит театр собственно театральной постановки и сейчас я на приехал сюда в другом так сказать плаще в плаще театральном и мы увидим вот эту сторону его личности его творческой личности что это очень важно одним из ключевых моментов в эрмитажной истории была был перформанс который назывался любовь высшая сила перформанс представлял собой актера это был сам ян он был одет в доспехе и как рыцарь современного искусства он двигался по залам эрмитажа вначале по двору потом по зимнему дворцу и преклонял колени перед произведением великого искусства прошлого перед колоннами перед рубинсом перед великими портретами царей и получается что рыцарь современного искусства охраняет вот эти старые истории современных искусств не разрушает основы как многие считают оно не портит не поганит не издевается над старым она наоборот поклоняется ему по-своему своим умением своим скромным способом этот перформанс превратился видео он был заснят на видео это видео будет показано 7 декабря на дворцовой площади на большом экране завтра она будет показана в эрмитажном театре и она переходит в коллекцию эрмитажа собственно говоря мы это будем отдельно тоже отмечать закрывая вот эту главу художественно станкового искусства яна фабора мы переходим к театральному искусству и собственно говоря вот тема любовь высшая сила является и темой к на которую сделал свой проект пьер кульбов художник с которым я давно работает ям фламандец пьер француз они давно сотрудничают пьер художник который работает на грани видео и чего-то еще каких-то других дисциплин всегда захватывая разного рода метафорику европейскую европейские травматические ходы метафорические ходы используя разные вот эти вот языки которые после понятно после второго мировой войны совершенно по-иному оснащаются европейском искусстве и вот работа которая представлена здесь она имеет непосредственную связь с темой любви который является высшая сила которая озарен тот рыцарь который ходит по зимнему дворцу и тот современный художник который общается со старыми мастерами собственно говоря вот эта тема старого и нового современного и классического театра и музея эта тема вот и является на центральной темой того что мы здесь говорим в эти дни художник и театрал где кончается художник визуальный начинается театральный режиссер где заканчивается музей начинается театр obsds это не такой как бы музей мы сейчас видим прекрасный проект фантерного театра собственно музейный проект проект музейного дизайна музейной декорацией, осмысляющей пространство по-музейному. А музей тоже является таким театром, у которого есть кулисы, за кулиси, там реставратор что-то реставрирует, осветители там ремонтируют. Есть вот, собственно, музей, который открыт в часы работы, как такой вот театр искусства. То есть здесь границы очень близки. Надо сказать, что в современном искусстве это тоже очень важная история. Вы знаете наверняка, что последние важные проекты победителей многих конкурсов, фестивалей, венецианского биеннале и так далее, это именно проекты на стыке театра и станкового искусства, изобразительного искусства, перформанса. Вот где здесь границы не очень понятны, когда вдруг скульптура начинает оживать, ну и так далее, и так далее. Я не буду больше занимать эфир, я думаю, что мы хотим все услышать наших замечательных гостей, которые специально приехали сюда в этот зимний день. И я, Андрей, возвращаю вам, наверное, слово, вы дальше. Да-да, ну на самом деле просто Ян, наверное, все хотят услышать вас в первую очередь. Слово Яну Фавру. АПЛОДИСМЕНТЫ А у вас есть вопросы? А у вас есть вопросы? Ян, с этого хотела вначале. Да. Задавайте. Я жидкою. Я жидкою. Я жидкою, да. Вот уже есть вопросы. У кого-то вопрос, мне показалось, чей-то голос услышал. Нет, нет, я сказала, что вы не сказали, что вы не будете предупреждать. У меня вопрос. А, без предупреждения. А вот, вот. А у меня вопрос. А у меня вопрос, телеканал МИР. Расскажите, пожалуйста, какие идеи вы вкладывали в ваш фестиваль, и как долго вы работали над программой? А у меня вопрос. Вы не можете предупреждать. Что вы работаете на программах, которые вы работаете? А у меня вопрос. А у меня вопрос. Нет, потому что я думаю, что многие молодые люди говорят английский, но это хорошо, что я говорю английский. Итак, в основном, я художник консиленции. И консиленции – это термин, который был представлен от Эдуард О. Вилсон. Я художник консиленции – это термин, который был представлен от Эдуард О. Вилсон. Эдуард О. Вилсон представил это термин как консилианское искусство. Сейчас Ян будет объяснять, что это такое. Я очень много работал с Эдуардом О. Вилсоном. Он великый думатель сегодня. Он написал книгу, которая называется «Основа». «Основа». Консиленции – это инструмент для того, чтобы… Я буду говорить о том, что если вы исследовали инсекции, то вы понимаете стратегии, кинетическую интеллиенту, кинетическую интеллиенту, кинетическую интеллиенту, то вы понимаете, как они общаются друг с другом, какие у них механизмы взаимодействия, какая у них кинетическая энергия, какая у них внутри происходит жизнь. И когда ты после этого снова смотришь на людей, ты начинаешь понимать, что очень много общего начинаешь искать связи. И эти связи позволяют тебе по-другому взглянуть на жизнь. В этом смысле можно быть художником как в изобразительном искусстве, так и в театральном искусстве. Это все вещи, которые взаимосвязаны между собой. Например, если я работаю с моей компании, с моей собственной личности, и исследую по-другому взаимодействию, например, в моем канале, в моем теле, в моем студии, в моем студии, в моем студии, в юрмошбосхе, Рубенс, Брюгл, Ван-Эйк, в миспиратии для импровизации, в миспиратии для лихт, в мисонсцены, в миспиратии для импровизации. Когда я работаю со своими коллегами, со своими артистами, со своими художниками, когда мы создаем какой-то, например, спектакль в Бельгии, у меня в мастерской, то у меня в театре на полу лежат и продукции полотен Брюгеля, Босха, Рубенса. Мы смотрим на то, как там передается свет, какие там мисонсцены. Мы смотрим на картины старых мастеров, мы вдохновляемся их творчеством и мы таким образом разбираем, например, мои тексты. Мы разбираем мои тексты в присутствии великих художников, которые помогают нам лучше понять, помогают мне лучше понять, что я хотел сказать. Например, мои актёры и танцы, которые уже 40 лет, которые учатся, которые учатся классический танец или классический балет, но они учатся также учатся и учатся в том, что их телоизводит в истории и образовании. У меня, например, артисты, танцовщики, работают очень много в театре очень много лет, некоторые десятки лет. Они, конечно, получили все образования в классическом танце, но в моём театре они проходят обучение, они обязаны знать, какую эволюцию прошла скульптура в истории изобразительного искусства, как изменился взгляд на человеческое тело в истории изобразительного искусства. Мои актёры должны это знать. Например, если я делаю тенденцию, когда я ответил на тенденцию, для меня важно передать драматургию выставки. Мне очень важно чтобы можно было проследить, как она рождается в Эрмитаже, и чтобы эта драматургия оставалась в ощущениях зрителя, когда он идёт по этой выставке. Тенденция должна быть между сценами или предметами, в их первом предметах. Это не театр, она намекается и реальность, он объятен в драматургии, и в каком фокусе мы смотрим на структуру или творческую структуру. Вы смотрим для взгляда на определенное произведение искусства, для его восприятия. Вам кажется, что вы сами смотрите на определенное произведение искусства, но это не так. Я создаю тот фокус, тот угол, через который вы будете на него смотреть. И в этом смысле любая выставка – это тоже театрализация. Есть большая разница между театром и театральностью. Театральность обучает публику взгляду на искусство, фокусы на искусство. И эта театральность руководит, как мной, когда я создаю определенные выставки. Таким образом, это и есть та связь, которая руководит мной. Я уже сорок лет, таким образом существую где-то между театром, искусственным театром и изобразительным искусством. И театром. тексты это не классические тексты в том понимании какого привыкли их видеть это скорее мой взгляд моя рефлексия на актера на на перформера на то что должно происходить на сцене это мое восприятие ситуации вот как то так да давайте попробуем вопрос можно конечно а а но вот а он о она а а он од вот Немного девушек. Он был с ним в слабом, который был влажен. Один из своих воспитаний, который был висел в сердце, если вы его слабы. Висел в сердце. Или вы готовы к себе? Нет, никогда. Лише нет. Как вы смотрите туда? В моем сердце я в панике. Конечно, в молодости я регулярно просто в состоянии паники из-за этого. Я слабил, я пакал, тренки, аллайзер, все другие drugs, чтобы спать. Я принимал всякого рода снатворные, транквилизаторы, разного рода наркотики, только чтобы можно было уснуть. Но с тем временем бессонница стала моим другом. Я могу сказать, обьял, обнял красоту темные ночи. И я с удовольствием, что у нас есть Netflix. И слава богу, сейчас есть компания Netflix, чтобы можно... Нет, 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 нет. Можно не читать, если вы хотите. Если вы хотите, то я работаю, рисую, а часть ночи смотрю всякие сериалы. Какие смотрят? А, в ночь я смотрю The Irishman, новый фильм с Robert De Niro и Al Pacino. фильм Scorsese, The Iceman. The Irishman. The Irishman. The Irishman. The Irishman. It's 3,5 часа где-то. Great. Готов. 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 Безголеты. Две практики актёры, как Роберт Дениро и Алпачино, и они очень много разных видов. И они живут в театре. Это прекрасная квалификация, с текстурой и скиптом. Конечно, это для меня очень спокойно. И я тоже говорю. Ну, на самом деле, я играю этих актеров, Альбачина и Ротер Де Ниро, вместе в одной картине, это прекрасно, я их много раз встречала лично, я видел их на сцене, они, конечно, филигранные совершенно, очень тонкие, очень внимательные актеры, и, ну, вот так вот я провожу ночь иногда поработать чуть-чуть, а потом все-таки к чему-нибудь великому, но уже не от себя. Могу попросить вас рассказать об актерах-врачном писателе, которые приезжали к вам репетировать ваш барахон, как вообще проходили репетиции, какие у вас впечатления от совместной работы, и чего вы ждете от спектакля? Русские ребята пять дней работали у нас в Андверпене, в лаборатории Трублен, в моей лаборатории, и я могу сказать, что мы с ними сработались. В первые такие ваши candidate, когда мы взяли приходят репетиции, репетиции, оформляющиеся, остальное продолжение... Интонация, вероятность в языке. В начале это нужно проверить, слушать язык, видеть язык, как скульптура. Это был первый день. Мы работали так. В первый день нам пришлось работать с текстом. Нам нужно было его ощутить и почувствовать. Мы сначала поняли, что текст как-то не ложится, и мы слово за словом переворачивали, проверяли, вычитывали, проверяли все интонационные нюансы. И вот целый день мы сидели работали с текстом, потому что другой язык — это всегда почувствовать, это держать во рту, это смаковать. Вот это мы делали в первый день. Прям целиком и полностью. На второй день мы этот текст анализировали, и смотрели на содержание. Потому что это было много предприятий, которые две юго-руссерактуры не знали. То есть они очень много отзывали, и бакуровали. Было много понятий, терминов, которые русские ребята не очень хорошо разбирались, они не очень хорошо их чувствовали и понимали, и я очень много разъяснял, что означает определенные понятия. И я думаю, что мы на третьей день были на сцене, и тогда мы были ровные, такие школьные катастrophи, которые были дошелом. В третьей день мы поднялись на сцену, и мы так очень быстро путешествовали по всем из ансцена, по всем спектаклем. И в итоге у нас получилось по два прогона в день, и в пятый день у нас получилось замечательный, хороший спектакль о выполнении двух русских актеров. Я думаю, что это будет в декабре как бы превью спектакля премьера ночного, кстати, будет на русском театре в марте, еще и там как бы в этом смысле, как я понимаю, спектакль будет еще, ну как бы он будет формироваться еще. Иь-по не так, в результате Kurt Грунтер, все это место для рождения, которые будут вспоменены цифровые, которые будут в фирсуальными, которые будут в этом месте. И я думаю, это происходит в церкви, в этом месте, о том, это ремонтирование, это ремонтирование звуки, и через марта, Сейчас, в декабре, это такой будет спектакль для гурманов. Во-первых, он будет в таком очень ограниченном пространстве. Это будет чистая игра актеров, работа с текстом, работа с интонацией, работа для любителей языка, работа для тех, кто умеет работать с содержанием очень филигранно. А уже в марте мы добавим к этому довольно интимному действу и какие-то видеоинсталляции, экраны. Я еще буду думать, по крайней мере, это уже будет не тот тихий, драматичный спектакль, который будет происходить в этот раз в фонерном театре. Это речь идет об очень интимной материализации языка. Я не выбирала актеров. Да, даже щелы. Такое количество, что не хватит их перечислять. Но мне показалось в контексте всех моего понимания Яна и моего понимания того, что он собирается сделать два наиболее адекватного подходящих. Ну, за связи с теми, по обратным еще многим отчисленным причинам. Ну, еще одни, я скажу, свободное это время. Некоторые отменили съемки и, впрочем, у меня это очень показательно. Андрей фископ, как бы, чем-то пожертвовал. Я вам скажу, что Андрей позвонил мне сразу из аэропорта и написал, чтобы он был, на самом деле, очень серьезный, ну, я не могу за него, конечно, поговорить, лучше бы этого сказал сам, но, тем не менее, почему-то могу удержаться, потому что это как раз была очень важная, ведьма, точка в его еще и творческой карьере, когда вот эта встреча с Яном, работа в этом спектакле, в общем, довольно серьезно перевернула его ощущения театра и вернула отчасти то, за чем он вообще этим занимается. Это какая-то очень важная характеристика и важная какая-то такая, ну, да, вот этот период. Саша Молочников, в общем, входит в Ташкет, как мы посмотрим, что я должен как-то проявиться. Вот, спасибо. Саша Молочников, в общем, это не очень важная, но и в общем, это не очень важная, но и в общем, на самом деле мы здесь, конечно, также находимся в контексте междисциплинарности, которая сейчас царит в искусстве, именно поэтому я выбрал работы Ияна, потому что он очень многосторонен, мультидисциплинарен, отсюда следует мощная полисемия, и, конечно, это высококультурная работа, которая содержит очень много культурных слоев, которые готовы для интерпретации, которые интересно исследовать и вызывают сильный резонанс. Все это очень люблю, поэтому я выбрал Яну, мне просто интересно брать по его работам и предложить свою интерпретацию, свое видение его мира. Поэтому где-то там как раз представляет собой, даже само название представляет собой вот этот концепт, какой-то вот нахождение на стыке чего-то, то есть междисциплинарности. И одновременно я исследую здесь свое отношение к другим художникам, другим артистам, то есть вот это соотношение Я и другие. И здесь я согласен, потому что вы только что говорили о Зеркове с поводу границ и пересечения границ между людьми, между категориями, между принятиями и так далее. Спасибо. Я понимаю, что интерес очень большой, и, может быть, мы поговорим о том, чтобы еще какую-то сделать встречу с молодежью и студентами этого города, потому что там действительно много вопросов и интересов, да, как бы к вам и к Пьеру, да, как бы, и мы можем отдельно еще раз подумать, что сейчас как-то не сорвать из этого категория уже смотрим. А, сейчас, да-да-да-да-да, сейчас-то давайте так базовую, я даю, я даю, последний вопрос, тогда сейчас, последний вопрос, и мы дальше как-то пойдем уже на выставку, да? Да, Леся? Да, да, работа, да, все. Говорите, говорите. Яна, спасибо БДТ, спасибо про арт, это вообще невероятное событие, видеть Пьеры Кульбёфа и Яна Фабра и, как бы, ощутить в пространстве их произведения. Как раз вопрос, который продолжает ответ Пьера Кульбёфа, как вы выбираете художников? Вы начинали с Микеланджело Пистолеты, вы работаете с Яном Фаброй, вы с Мариной Абрамович работаете, то есть это обязательно должны художники, которые связаны с перформативностью или нет? У Абрамович работаете? Да. Абрамович работаете? Я не знаю очень хорошо его работа, но это интуитивно, я не знаю совершенно разных представителей разных искусств, разных жанров, классических искусств, писателей там есть, то есть тоже мое образование в области культуры, конечно, мирует этот интерес, в том числе в литературе, но я скорее руководствую интуицией, то есть надо сказать, что я верю в интуицию, и когда я выбираю какого-то персонажа, как правило, это такое интуитивное анонимение. Конечно, в случае Яны я прекрасно знаю его работы, и так часто получается, что я, как правило, хорошо знаю их работы, но это вот интуиция. И в дополнение к этому, я выговорюсь тем, что я ощущаю некую бесконечную, бесконечный подводный слой, какое-то количество интерпретаций бесконечная, которые можно найти с этими артистами. Потому что, я думаю, что я очень сильно отличаюсь от тех, кого выбираю, и это даёт, конечно, довольно интересный. измерение вот этой бесконечности, это дополнительный потенциал вот этой глубины, который бы не было, если бы я выбирал тех, на кого я похож и с кем у меня есть сходство. Поэтому я также очень сильно верю в понятие разницы, отличия. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Давайте поблагодарим наших гостей ещё раз за то, что мы вместе с вами открыты. Слово Саши. Так, скажите, что дальше в программе и как всё будет организованно происходить? Уважаемые гости, просьба оставаться на местах и сейчас прослушать маршруты, по которым вы сейчас будете двигаться, которые мы вам предлагаем. Люди с номерами, гости наши с номерами единицы, собираются, пожалуйста, в парадной лестнице, если тут первые на выставку «Войны красоты». Гости с номером два собираются в окреченском зале позади вас, около стойки, где будет раздаваться аудиоаппаратура для экскурсии по мерам. Три и четыре номера остаются в зале. Предлагаю вам оставаться в зале, чтобы посмотреть фильм Яна Фабро «Любовь. Высшая Сила». А потом, может быть, наверное, всё-таки пойди, да? Да, да. Чтобы возвращаться в свою операцию, да? Да. Оперативное решение в связи с большим количеством людей. А у кого нет никаких? А пока посмотрите кино, а потом, возможно, пойди погуляйте. Спасибо большое, Алексей.